С вами Наталья Юкозина. Добрый вечер. Душевный разговор Моя собеседница Ирина Юстус, с которой у меня состоится разговор по душам, вообще-то уже хорошо известен нашим радиослушателям. Ну, вспомните, как два года назад мы удивили вас репортажем из подвала дома, обычной хрущевки с проспекта Нариманово, где она сначала была старшей по дому, потом организовала ТОС «Речник». В этом подвале Ирина Юстус после ремонта открыла этакую кают-компанию, место для собрания с жильцами дома или для занятий с подростками. Да мало ли как может использоваться для общего дела теплые отремонтированные помещения. В кают-компании много фотографий и карт, связанных с историей речного порта. Ведь это был первый жилой дом, построенный для его сотрудников. Ирина Юстус тоже дочь главного инженера Ульяновского речного порта. Но когда выяснилось, что она педагог с ученой степенью, мы удивились вдвойне. Ничего себе! Это, пожалуй, единственный случай в сфере ЖКХ, чтобы ученая добровольно взвалила на себя такой груз ответственности. Потом была следующая встреча, уже по творческому поводу. Она написала книгу о своей родословной под названием «Ахтунг. Любовь». И вот нашелся еще один замечательный повод уже для третьей встречи. Ирина Юстас, оказывается, еще и поэтесса. Написала два сборника стихов – созвучия и внутренние действия. Ну как же об этом не поговорить? Как человек может сохранить себя? Как человек может остаться наедине с собой? И самое главное – вот в тот момент, когда весь мир пандемии болен, именно болезнь пандемии не столько она и на физическом уровне, сколько она коснулась практически всех и на уровне духовно-нравственном. Потому что лечить тело, лечить себя можно замечательно. А вот кто даст какие-то советы, как вылечить душу? Как вот в такие моменты, когда, казалось бы, все рушится, и человек остается один на один со своей семьей, или со своими близкими, или просто один на один с самим собой, то психологи многие утверждают, что это очень опасное для человека дело. Вы говорите об одиночестве человека, несмотря на то, что он находится в семье. Но, казалось бы, наоборот, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия дала возможность нам быть вместе, семье быть вместе. Бабушкам, дедушкам, родителям и детям. Ну, разные обстоятельства, смотря кто как живет. Разве это плохо? О чем мы вообще говорим? Это замечательно, но ведь получается так, что долгое время мы были заняты, мамы, папы, дети, своими делами, и вдруг, бац, мы ограничены в пространстве, и мы ограничены в пространстве своем. Личностное пространство начинает, так сказать, размываться. И здесь получается, ведь многие родители говорят, да господи, да когда же они пойдут в школу? Ведь это трагедия, когда они делали эти уроки. Столько материала по поводу того, что происходит в семье, вот в такой момент, что, оказывается, вот мы один на один остались, и что с нами происходит? А мы, оказывается, друг друга-то не совсем знаем, а мы, оказывается, отвыкли друг от друга, мы, оказывается, вообще многое забыли. И поэтому это время проверки, и проверки прежде всего духовной сферы. Поэтому вот как вылечить нас всех в такие моменты, я думаю, есть всего лишь два способа. Это вера и творчество. Не случайно вдруг многие начинают рисовать, вдруг многие начинают вышивать, вдруг многие начинают вязать, вдруг многие начинают сочинять музыку, сочинять стихи. Что происходит в этот момент? И в этот момент, я так думаю, что творчество дает путь и возвращает человека к самому себе. Потому что вот первый сборник, который 25 лет назад вышел, этот сборник, как раз своеобразная тренировка. В 1991 году умер близкий человек, мама очень рано ушла. И как было сохранить себя, потому что весь мир рухнул однозначно. И вот в этот момент происходит то, что я начинаю писать свои первые стихи. Это первый рецепт, который можно дать человеку, который ищет путь к себе, ищет ту дорогу, даже не то, что путь к себе, а сохранить себя. В такие вот моменты не разрушить и остаться самоценной личностью. Это очень важно. И второй момент. Творчество вдруг притягивает к тебе, если ты выражаешься в стихах, и вдруг эти стихи становятся близки к кому-то. Если в них кто-то находит какой-то отклик, в них кто-то находит то же самое миропонимание или мироощущение. То же великое счастье. Ты притягиваешь людей своим творчеством. Так что же дает вот это творчество? Оно дает друзей, оно дает тех людей, и оно дает вот это созвучие, сотворчество душ. Вы знаете, для меня самое приятное, уже готовя второй сборник, была у меня удивительная студентка медфакультета. Она иллюстрировала как раз второй сборничек. И другой студентке я дала свою алфавитную книгу «В клеточку». И она ее перечитала всю, и вдруг я, когда она мне вернула, нашла вот такие строчки. Это алфавитные книги посвящаются. Белые страницы, маленькие клеточки. Сколько вы храните, сколько вы излечите. И этот же человек в ответ на мое творчество вот такую мне книжку «В клеточку» подарил свою, в котором начинаются мои строки и продолжаются так, как она это чувствует. Я считаю, что вот это самое главное, что, может быть, мне удалось сделать — сохранить то, что в других невольно попадает. Вы знаете, вот этот сборник, который вы сейчас держите в руках, его Анюта взяла в больницу, попала случайно в больницу. Так вот, его зачитали все. То есть я так думаю, когда душа страдает, и сознание спасает эту душу, то в этот момент происходит какое-то терапевтическое воздействие, я так думаю. Потому что кто-то отзывается, что здесь много боли, много печали. Но никто не признает, что это светлая печаль. То есть это перерабатывается сознанием. Поэтому я очень советую никому не бояться, когда придут первые строки, такие корявые, совершенно, может быть, не понравится. Но пусть выход найдет то, что бьется в нашей душе и в нашем сознании. Поэтому я долго думала, давать это интервью или нет, потому что это личное. Но я вдруг понимаю, что вдруг это поможет кому-то. Не мои стихи, а вот этот процесс творчества, который не побоишься, выплеснешь, а потом он, оказывается, кому-то нужен. А прочитайте, пожалуйста, вот стих из первого сборника, созвучия. Я открыла практически наугад страничку и поняла, что здесь каждую страничку вот откроешь наугад и попадаешь прямо сразу в десяточку. Отгорела, отпылала бабье лето, тишина. Опоздала, не узнала в тишине, то я тебя не услышала. Слов тихих, добрый поступи родной. Все спешила, А Калина стала горькою вдовой. Я не буду дальше читать, потому что удивительное дело, вы открыли ту страничку, то стихотворение, которое посвящено своеобразно маме. Потому что я очень часто стихи пишу на лесной тропинке, на природе, потому что там все созвучно вот моему тому состоянию. И было бабье лето, и в этом уходящей какой-то красоте было бы как будто последнее прощание. Все мы и теряли, и теряем своих мам, поэтому слезы на ваших глазах мне так понятны. Маме на последнее прощание, как вы хорошо сказали. Ирина Викторовна, я хочу вернуться к тому, о чем мы с вами начали, нашу встречу. Вот вы говорили про опасность пандемии, что мы, находясь в семье, в кругу, казалось бы, родных и более родных людей нет на этом белом свете, вот вдруг чувствуем себя какими-то одинокими, что наше личное пространство нарушается, что нет возможности остаться наедине с собой и заняться любимым делом, потому что ты полностью отдаешься семье. А у меня вопрос, а не потому ли это, что мы больше все-таки себя чувствуем такими личностями полноценными, находясь в коллективе, то есть сила коллектива. Мы же были оторваны от работы. Не об этом ли вы говорили, когда вот сказали, что оставшись запертыми в квартире, мы вдруг стали все одинокими? Дело в том, что у меня есть глубокое убеждение, что в жизни нашей профессиональная сфера занимает исключительно большое значение для человека. Когда я собиралась написать книгу «Как встречать свой выход на пенсию», это вот как раз о том, что оторваться вот от этой сферы, которая так долго и так практически всю забирала тебя и приходилось отдавать все свои ресурсы, духовные, физические сферы, то когда ты остаешься вот один на один, получается и что дальше, и куда дальше, и зачем дальше. И вот этот период сложный, и это почти сравнимо с тем, что происходит в этом году. С людьми. Потому что, как говорил один мой знакомый, рабство бывает в разной степени. И поэтому у нас, посмотрите, какие слова, раб-ботататель, раб-ботник. Вот понимаете, вот раб-ботник, вот значит, вот он раб-ботника какого-то, или отника какого-то, или чего-то. Раб-работа, да? Да, может быть и так. И получается, что вот это рабство, оно незаметное, оно не сильное. И человек по-своему деформирует свою личность, потому что профессиональная деформация, она накладывается еще и на личную деформацию. А я думаю, цель каждого человека сохранить свой уникальный внутренний мир, уникальное ощущение, мировидение. И поэтому я думаю, что любой способ творческого выхода это большое дело для человека. Пусть в стол пишется, пусть куда-то пишется, но пишется, потому что подкорка и сознание, они нас тем самым спасают. В 93-м году, это на самом деле интенсивное сочинительство было, я еще поступала в аспирантуру, и я участвовала в тех событиях, которые разворачивались в Москве 3-4 октября. Так вот, чтобы сохранить себя в той совершенно непонятной ситуации, когда стреляют, бомбят, когда снайперы работают, даже с моей гостиницей, я писала стихи и посвящала их тем ОМОНовцам, которые были настолько молоды, что у них еще даже усы только пробивались, и я понимаю, что это Русича ведь, ты сын. Но этих стихов здесь нет, потому что я политичный человек, но даже в тот момент меня вот это творчество спасло, потому что это были события такого исторического перелома, я оказалась их свидетелями, потому что я хотела пойти на Октябрьскую площадь и проголосовать за советы, но в это время расстреливали Белый дом. И я с этими защитниками Белого дома, они мне говорили, они врут, мне выбросили белый флаг. Значит, были расстреляны еще многие мечты, иллюзии людей, и вера, и поменялось государство. У микрофона Наталья Юкозина я продолжаю душевный разговор с Ириной Юстус. Музыка, театр, педагогика и ученики. Вот что Ирине Юстус помогло приблизиться к идеалу. Она так и написала об этом в предисловии к своему второму сборнику стихов, который назвала «Внутренние действия». Действительно, что, какое внутреннее действие заставляет нас совершать те или иные поступки? Что движет нашими порывами? Какой внутренний стержень? И есть ли он, этот стержень, внутри нас? Как мы его создавали, растили и укрепляли? Во время встречи я спросила Ирину Юстус, а вы кто? Педагог? Музыкант? Театральный деятель? Поэтесса? Или, благодаря чему мы с вами познакомились, старший по дому и руководитель Тос Речник? Ведь свой первый репортаж я подготовила из подвала жилого дома, где Ирина Юстус создала кают-компанию и музей с уникальными документами из личных архивов работников речного порта, жильцами этого дома. И наш душевный разговор продолжился. Итак, второй сборник «Внутренние действия». Ирина Викторовна, вот хочу прочитать. Как-то мне везет. Я вот открываю любую страничку, да, и сразу попадаю в тему. Вот то, что меня действительно цепляет, мне интересно. Меня эти строки не оставляют равнодушной. Читаю то, что вы написали. Мне кажется, что только сейчас, когда за плечами 25 лет педагогического труда, я приблизилась к своему идеалу. И в этом мне помогли музыка, театр, педагогика и ученики. Театр и педагогика. Педагогика, потому что работа, вот ваша профессиональная, вы состоялись в профессии. Почему вот так четко и конкретно выбраны вот эти четыре постулата? Музыка, театр, педагогика и ученики, которые приблизили вас к своему идеалу. Вы знаете, может быть, сейчас я бы немножко по-другому написала. Искусство, педагогика и ученики. Потому что я человек, который свою профессиональную жизнь должна была посвятить искусству. То есть учитель музыки, учитель театра. То есть я служу искусству. Увлекала детей, увлекала студентов. Почему педагогика? Потому что для меня педагогика – это искусство любви, искусство любить детей и людей в том числе. Поэтому без этого никак нельзя обойтись. Вот сейчас занимаюсь общественной работой и понимаю, что лето тяжелое для детей, лагерей нет, и что дети предоставлены сами себе. И вы понимаете, вот для меня очень тяжелое лето, потому что в нашем ТОСе дворечников открылся лагерь «Лето во дворах». Прекрасный проект, очень нужный проект, замечательный проект. Ну, может быть, шероховатости. Первый блин он всегда такой вот, но он не комом. И вот эти детишки, вот они сидят в мастер-класс, к ним пришел преподаватель. Вот я сижу вместе с ними, смотрю на их моторику, смотрю, как они с трудом там понимают. И вдруг я попадаю в дворовую детскую команду. Так вот, люди взрослые, когда они приходят и хотят меня обидеть, что ты достаешь наших детей, хотят как-то по-другому внутренний мой мир задеть, мне помогает педагогика, потому что дети со всего двора бегают и по четыре раза со мной здороваются. Это самое ценное, что я сейчас получила от этого тяжелейшего своего лета, когда три проекта на одной площадке, то очень сложно. И в то же время, вот ради этого я еще могу чуть-чуть потерпеть, потому что я вижу глаза этих детей. Никто не может меня зацепить, потому что во мне живет эта педагогика. Я ее всю жизнь прослужила, и она меня спасает. А ученики, вы знаете, вот этот же сборник, но я до этого была знакома с удивительным человеком, редактором. Меня же ведет на редакторов. Это Тамара Васильевна Лепилова. Боже мой, это человек, который мне тоже подарил вот такую книжечку. Здесь не стихи, здесь высказывания. Написано от руки, с какими-то приклеенными рисунками, с какими-то удивительными, душевными и духовными порывами. И когда она мне сказала, именно она написала вступительное слово к этому, она и благословила меня на ту книгу, которая называется «Ахтунг. Любовь». Вот встреча с такими людьми, она меняет и дает силы, потому что я считаю, что я совершенно не поэт, но значит это кому-то надо. И вот долго думая о том, надо мне к вам сюда приходить, я все-таки думаю, что надо. Пусть люди не боятся себя внутреннего, и его не запихивают в пятку, и не забивают его. Ирина Викторовна, давайте читать стихи. Мне хотелось бы, чтобы два-три стихотворения, у которого очень трогательная и памятная для вас предыстория, вы обязательно и прочитали сами, и рассказали саму историю. Хорошо, начну с моих круг. К сожалению, не получаются из меня маленькие стихи, но вот это стихотворение, все стихотворения в кругах, это не больше четырех или шести строчек, а не зарисовка. Зарисовка той жизни, в которой ты идешь, бродишь и что ты получаешь. И вот здесь есть одно очень последнее крох, которое мне понравилось. Это зарисовка с дамбы. Я увидела пакет, и посмотрите, как здорово, мне кажется, получилось. Пакет загордился, он шарик воздушный. Ветер исчез, осунулся скучно. Почти про нас всех. Очень люблю вот это стихотворение. Суета-суетушка позвала соседушку. Приходи, терпенюшка, угощу обедушку. Отказаться не смогло, в гости к суете пришло. Долго-долго за столом все болтали обо всем. Лопнула терпенюшка. Ох, суета-суетушка. Это просто, опять же, зарисовка после какой-нибудь, наверное, совершенно ненужной трати своих сил и энергии духовной. Очень мне нравится то стихотворение, которое когда-то понравилось Андрею Баранову. Он сказал так, ну, прям горячие пирожки сразу идут в сборник. Потому что это как раз в этот момент выходил сборник и последнее стихотворение. Не покинь меня, сила слабости, не покинь меня, света, тень, не покинь меня, горечь, радости, не покинь меня и поверь. Для меня настал тот последний миг, в нем натянута та струна, что над пропастью. Из последних сил держит хрупкий мир и меня. Далеко мосты, добежать б до них, далеко мосты, в небо синь. В ладошках мир, светлый и мудрый лик, не покинь меня, не покинь. Очень люблю те стихи, которые связаны с природой. Лес Корабейник, он мне столько стихов надарил. Лес по дорогу на дачу, лес Ундоровский. Это везде, где он есть. Я не смотрю, что там происходит. Это целая беда, но лес для меня некое состояние, которое называется, наверное, отголоском природы. При-роде. Вот он и есть тот же самый мостик к творчеству, который есть. Вот очень нравилось мне это стихотворение. Я его могу читать. Осень колдует. На тонкие ветки мольберта, Нить натянув, Паутинку рисует. Осень колдует, Пробравшись в зеленые ветки, Желтым их тихо тасует. Осень колдует, Смешав аромат и воздух, Осень с садами пирует. Осень колдует, Усталую тихую душу, Осень покоем прочует. Осень колдует. Очень много стихов, связанных своим прорывом в науку, своим прорывом тогда, когда надо было защищать свои идеи и так далее. Они тоже здесь. Помню, после одной поездки в Москву в поезде сложились такие строчки. Даже не в поезде, а в метро. Я увидела надпись «Не прислоняться». И думаю, вот это про меня. Потому что так хочется надеяться, что можно кому-то или к чему-то как-то прислониться. А вот это, конечно, это девиз того времени, 90-х годов, это девиз «Не прислоняться». «Не прислоняться» и перестук колес в метро. «Не прислоняться» и в памяти ваше лицо. «Не прислоняться» – спасибо за этот урок. «Не прислоняться», люди добрые, дайте мне срок. «Не прислоняться» – предел напряжения в плечах. «Не прислоняться» – израненых крыльев взмах. «Не прислоняться», а сердцу прямо не так. «Не прислоняться». Все, мой дружочек, не так. Своим удивительным младшим друзьям. Муравишка был наказан, Изгнал сроком на два солнца, Потому что утверждал он, Видел звезды, два лишь слова. Возмущенный муравейник, Входа все заделал быстро, И остался муравишка. Солнце село, тучи низко. Стало страшно муравишке, Пень грозится, стонет ветка. Но вдруг тучи отступили От прорыва в небо ветра. С неба звезды улыбнулись. Он глаза закрыл, и тут же Чьи-то усики так осторожно, Бережно его коснулись. Он увидел муравишку, Малышом его считал он. Тот спросил негромко, можно? Замолчал и рядом стал. Вот это автобиографическое, Наверное, стихотворение, Потому что рисунок у меня так много, Именно к этому стихотворению, Которое называется «Черепашка Иша». И они настолько разные, Эти рисунки. Вот, например, как их увидел Один мой большой друг, Вот такую черепашку Ишу. Другие увидели Немножко другую черепашку Ишу. И здесь есть рисунок Этого человека. Вот почитаю, Если это интересно. Черепашка Иша на прогулку вышла, И легко ей было, Панцирь свой забыла. Дома она осталась, Чуть стены касался. Ей навстречу заяц, Что ж ты какая, Что с тобой стало, Или врагов уж мало, Ведь проглотит разом, И поплелся шагом. Ёжик торопился, Очень удивился, Подарил иголку, Поспешил под ёлку, Крикнул, Спасибо! Эх, спасибо! Ибо! Выдро повстречалась, Верить отказалась, Ты была другая, А сейчас такая голая, Чужая, В общем, никакая, Я тебя не знаю, Дверь закрываю. Улыбнулась Иша, Поспешила выше, Долго там гуляла, Всё в себя оббирала, Аромат и яркость, Звуки мира, радость. Ты, дружочек, поспеши, Но её в гости позови, Паутинку подари, Опоздать ведь можем мы. И почему-то именно на эти стихи Очень много отклика, Моих учеников, Они писали свои тоже стихи. А сель Пашка Вишетовы? Надо причитать Тамару Васильевну Лепилову, Которая здесь очень точно написала. О чём твои стихи? Не знаю, брат, Ты их прочти, Когда придёт охота. Стихи живые, Сами говорят. И ни о чём-то говорят, А что-то. Самоил Маршак. Именно эти стихи Она взяла во вступительном слове. Вот видите, Сколько радости от общения, С удивительными людьми Приносит творчество. Так что не бойтесь, Творите. И мы не станем, И не оставим след В поэзии. Не в этом дело. Это своеобразная Духовная терапия У нас самих. Ирина Викторовна, А кто вы? Я вас воспринимала Как старшая по дому, Руководитель ТОС. Потом выясняется, Вы учёная, Вы педагог. Я сейчас ввозу детей, Для которых вы являетесь Доброй соседкой. И добрые, Мудрые, Интересные. Я уверена, Они вырастут И будут вас помнить Как удивительно мудрую, Интересную, Образованную женщину, Чудесную соседку. Я педагог. Это для меня Намного ближе. Потому что Чего Господь Меня лишил И уберёг отчего, Это снобизм. Вот я его Вообще не имею. Поэтому могу В подвал спуститься, Могу мусор убрать. Снобизм Это большой бич Нашего времени. Потому что Ничто Не является тем, Что называется Человечностью в этом мире. А в ней сейчас Хроническое. Недостача Этой Человечности. И все наши Беды, я думаю, Они идут вот Именно от этого. Человек бы рад быть Лучше, Но как-то неуютно, Когда ты Белая ворона. Зачем? Чувство статности Это хорошее чувство. А за эту Белую ворону Нужно надо Платить. И чаще всего Платит человек Чем-то очень Понятным Этому миру, Но приветствующий Совершенно в других Мирах. Я бы так ответила На ваши вопросы. Сегодня Ирина Юстус, Ученый, Педагог, Руководитель Тос Речник, Автор двух Поэтических Сборников, Благоси Нашего вечернего Эфира. Вот и все. Эту передачу Для вас подготовили Наталья Козина И Светлана Дубровина. Спасибо, Что были с нами. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова